Высокий класс Здравствуйте, и добро пожаловать на программу «Высокий класс». На этот раз мы на Средиземноморском острове Кипр. Мы посетим южную часть острова, официально называющуюся Республикой Кипр. Этот прекрасный рай наполнен теплом и культурой, перед которыми невозможно устоять. Хотите ли вы отдохнуть на берегах Средиземного моря или познакомиться с классической греческой архитектурой, Кипр подходит и для того, и для другого. Неудивительно, что он так популярен среди туристов. Здесь объединено все. Вы приедете сюда не только ради истории. Сюда приезжают ради истории, ради моря, ради солнца, природы, ради всего. Здесь есть все. Вы не окажетесь в центре города, не имея возможности отдохнуть на пляже. Здесь возможно и то, и другое. Вы можете провести отпуск, отдыхая на пляже, и при этом приобщаясь к культурным ценностям. Кипр расположен в европейских водах Средиземного моря, но на перекрестке трех континентов, давая возможность изучить смешение разных миров. Кипр — третий по величине остров Средиземного моря. Мы находимся в восточной части Средиземного моря. Кипр — третий по величине после Сардинии и Цицилии. Площадь острова около 9251 квадратного километра. Протяженность с севера на юг приблизительно 305 километров, а с востока на запад около 240. Именно таковы размеры острова Кипр. На южном берегу острова находится шумный и энергичный город Ларнака, где всегда можно встретить знакомые названия ресторанов. В городе находится главный международный аэропорт, что делает Ларнаку одним из наиболее популярных туристических центров острова. Так что будьте готовы к переполненным пляжам. Здесь полно развлечений, таких как осмотр достопримечательностей, прогулки, рестораны и, разумеется, старый добрый отдых на солнечном пляже. Ларнака — красивый город, третий по величине город на острове. Первый — Никосия, столица. Вторая — Лимассол или Лимассос по-гречески. Обратите внимание, что у наших городов по два названия — греческая и латинская или английская. Ранее бывший основным, так как здесь была английская колония. И Ларнака — третий город по величине. Здесь есть красивая набережная с прекрасными пальмами. Также в центре города у нас красивая церковь, датируемая IX веком. Она посвящена Святому Лазарю. Церковь Святого Лазаря напоминает о мифе греческой ортодоксальной церкви, о том, как Лазарь восстал из мертвых. Церковь была построена в IX веке. В XVII веке была возведена красивая колокольня, одна из первых, которые в те времена разрешили построить турки. В открытом портале выложены ступени, ведущие вниз, в церковь, на стенах которой есть надписи на французском, латыни и греческом. Ларнака — популярный город со множеством исторических и современных достопримечательностей. Но соответствует ли он понятию «высокий класс»? При взгляде на отели и забитые людьми пляжи возникает вопрос, может ли Кипр предложить по-настоящему роскошный отдых? На Кипре есть чудесные отели, пятизвездочные отели класса люкс, в которых есть спа-комплексы и многое другое. Вы можете заказать практически любые процедуры по вашему желанию. Так что можно сказать, что Кипр соответствует понятию «высокий класс». Вдали от шума и суеты городской жизни Ларнаки и всего в 15 минутах езды на машине мы обнаружили совершенно новый отель. Отель «И», выходящий на море, предлагает возможность погрузиться в мир абсолютной роскоши. Современный, модный, уникальный, один из новейших отелей Кипра. Мы работаем по системе бережного отношения к окружающей среде, в сотрудничестве с местными жителями. У нас 52 номера, отель очень небольшой, настоящий дом вдали от дома. Отель ухватывает самую суть бережного отношения к окружающей среде, что позволяет возродить и ваш собственный дух. Здесь добились успеха путем смешения новейших технологий и обслуживания высшего класса. Поиски в интернете показывают, что Кипр сегодня предлагает широкий выбор роскошных отелей, от традиционных интерконтиненталя и четырех сезонов до современного и модного комплекса отеля «Лонда» в Лимассоле. Именно такие отели поместили Кипр на карту мест для роскошного отдыха. Мы находимся буквально в 15 минутах езды от аэропорта в небольшом городке Эперволя. Это очень спокойная, можно сказать, пенсионная деревня. Но здесь хорошо, потому что вы избегаете городской суеты. Это небольшой городок неподалеку от центра Ларнаки. Разумеется, вы можете поехать и в Лимассолу, и в Ларнаку, и в Айанапу, буквально в любое место на Кипре. Ведь мы в самом центре Ларнаки. Невероятно. Вы можете наслаждаться солнцем и знать, что совсем рядом протекает оживленная жизнь. Но чем же так хорош именно этот отель? Наш основной вклад в сохранение окружающей среды — бережное отношение к расходу воды и, разумеется, электричество. Все комнаты оборудованы по последнему слову техники. Как только вы входите в комнату, автоматически включается свет, срабатывают сенсоры системы кондиционирования, и она начинает работать. Как только вы покидаете комнату, все выключается примерно через 3-4 минуты. То есть система бережно относится к окружающей среде. Мы используем экологически чистые продукты, без химикатов. Наше белье из стопроцентного шелка. Вместо хлорки мы используем в бассейнах соль. И во всем стараемся снижать потребление ресурсов, чтобы наносить как можно меньше урон окружающей среде. Окрестности отеля, комнаты и виллы объединяют множество различных стилей и обставлены в соответствии с древней китайской традицией фэн-шуй. Но что еще может нам предложить отель? Конечно, у нас есть спа, спортивный зал. Есть традиционный хамам, то есть традиционная турецкая паровая баня. Также есть сухая и влажная паровые комнаты. Есть внутренний бассейн, насыщенный кислородом. Он находится под крышей и наполнен соленой водой. Вы сможете полностью расслабиться, сбросить напряжение. Богатый спа-салон наводит на мысль о смешении восточного стиля и греческой мифологии как своей архитектурой, так и множеством предлагаемых процедур. Здесь вы сумеете достичь максимально возможной релаксации. У нас 4 комнаты для процедур. Мы предлагаем всевозможные процедуры для тела, включая пилинги, скрабы, травяные и множество других видов и типов массажей. Шведский массаж. У нас есть собственный фирменный райский массаж, при котором основное внимание уделяется работе над зоной плечей, шеи и спины, наиболее важной в нынешней, наполненной стрессами жизни. Разумеется, побалуйте себя, пока вы в отпуске. Но почему так важен именно массаж? Массаж важен для поддержания общего состояния тела. Мы ведь каждый день пользуемся кремом, нанося его на лицо. Мы расчесываем волосы, принимаем душ, но мы недостаточно внимания уделяем нашим мускулам, не так, как раньше. Это очень и очень важно. Очень помогает в борьбе со стрессами, которые преследуют нас в повседневной жизни. Мускулы – это все наше тело. То, что поддерживает нас, когда мы ходим, и то, что расслабляется, когда мы спим. Нам необходимо очень тщательно за ними ухаживать. Когда мы делаем массаж, он помогает всему телу, и не только. Он помогает расслабиться, отпустить от себя все мысли, и просто плыть по течению и отдыхать на протяжении этих 10 минут. Это очень важно для общего здоровья, для кровообращения, для иммунной системы и системы пищеварения, то есть для всего организма. Этот идиллический рай в теплых средиземноморских водах полон интереснейшего наследия, которое необходимо изучить. Кипр хранит много мифов. Наш остров – одно из старейших мест в истории человечества. Мифы, мифология, невероятные истории. Женщины с шестью головами, руками, боги, холмы Афродиты, которые находятся в пафосе, также скалы Афродиты. Все это просто невероятно. Скала Афродиты или скала греков – место популярное среди тех, кто приезжает на Кипр. Легенда гласит, что тот, кто проплывет вокруг скалы Афродиты, обретет удачу и вечную красоту. Как известно, Афродита была богиней любви и красоты. Она родилась здесь, на острове Кипр. Она родилась в местечке под названием Петра Туромио. Место ее рождения всего в 20 километрах от города Пафос. Согласно греческой мифологии, она вышла из моря. Имя Афродита состоит из двух слов – «Афрос» по-гречески «пена», то есть «пена», созданная волнами, и «дита», то есть «рожденная». Потому что Афродита родилась из морских волн, поэтому ее называют Афродита «пена рожденная». Какое прекрасное место. Море кажется чистым, спокойным и манящим. Здесь можно уединиться от окружающего мира, вобрать в себя красоту и погрузиться в миф. Также, согласно греческой мифологии, после рождения из волн здесь, в прекрасном идиллическом месте, она была перенесена в свое знаменитое святилище, в Кукио, которое находится неподалеку. И это было одно из самых известных святилищ, посвященных богине Афродите. Оно было самым популярным в древнем мире. Чтобы изучить окрестности и полностью использовать все возможности своего отпуска, можно взять автомобиль на прокат. Это необходимо, если вы хотите осмотреть остров, пользуясь самостоятельно проложенным маршрутом. Если мы поедем от одного края острова к другому и будем останавливаться у интересных археологических площадок, я даже и представить себе не могу, сколько тогда нам потребуется дней на дорогу. Наверное, очень-очень много. Курион также находится на южном побережье острова, совсем рядом со скалой Афродиты. Впечатляющий амфитеатр вмещает более двух тысяч зрителей, и в прежние времена на нем проходили бои гладиаторов. Курион был древним городом-государством. В нем находится прекрасный амфитеатр, относящийся к древнегреческому периоду. Здесь сохранились руины дома Эфстолиуса, руины храма Аполлона, построенного в VIII веке до Рождества Христова. Руины византийской базилики, древнеримского форума. Здесь можно провести целый день, и его будет недостаточно, чтобы насладиться всеми прекрасными постройками древнего города Курион. Особое внимание здесь уделяют напольным мозаикам и надписям, которые приоткрывают завесу тайны над прошлым Куриона. Хотите ли вы посетить места, связанные с историей, или насладиться покоем природы, Пафос дает вам такую возможность. Может, он и не так велик, как Порт-Ларнака, и определенно не так сильно развит, но Пафос предлагает другое, очень спокойное времяпрепровождение. Однако старомодный Пафос всегда был любим туристами. Здесь множество баров, магазинов и ресторанов на вкус любого путешественника. Определенно, это одно из лучших мест для того, чтобы насладиться местной греческой кухней, с морепродуктами и множеством перемен блюд. Если вы хотите впитать побольше солнца, всего в 15 минутах езды от Пафоса находятся песчаные пляжи Коралловой бухты. Эта часть острова прекрасно подходит для отдыха, если вы уже успели осмотреть все достопримечательности. Всего в одном броске камня от Коралловой бухты находится гробница царей. Впечатляющее место, где гробницы вырезаны из цельных скал. Сюда стоит приехать, но послушайте нашего совета. Сделайте это ближе к вечеру или рано утром, чтобы избежать изнуряющей дневной жары. В этой части света температура может достигать испепеляющих 45 градусов. Гробницы царей – наиболее важное наследие древнегреческой эпохи, ведь это единственное место, где действительно сохранились древние постройки 4 века до Рождества Христова, а не руины, как в других местах. Гробницы называют гробницами царей, поскольку они очень грандиозны. Они были построены в гражданском дорическом стиле, как и Парфенон в Греции. Здесь очень сильно прослеживается греческое влияние. Надо сказать, что царей здесь не хоронили. В те времена кипрские царства были упразднены, поскольку Александр Великий объединил весь остров. Гробницы носят такое название из-за своей важности для истории. После путешествия по пыльным развалинам найдите время для того, чтобы насладиться роскошью и отдохнуть. Выберите отель, где вы сможете расслабиться и ощутить полное спокойствие. Чрезвычайно важно выделить время для обновления разума, тела и души. Здесь еда также впечатляет, как и жилище. Отель предлагает посетить ресторан, чтобы испытать истинное удовольствие от пищи. Поддерживая общий дух отеля, ресторан использует только местные органические продукты, а шеф-повар вносит в каждое блюдо необычные штрихи. Традиционное смешение, смесь средиземноморской кухни, уникальные произведения, именно уникальные, так как пища действительно создается прямо здесь. Это похоже на настоящее искусство. Я получил образование в сфере напитков и продуктов, поэтому вместе с шеф-поваром мы создаем комбинацию, которую вам не удастся встретить больше нигде на Кипре. Уникальность – серьезное заявление, но после встречи шеф-поваром этого современного ресторана все встает на свои места. Он проповедует свободное мышление по отношению к пище. К примеру, чтобы создать это произведение искусства, он смешивает средиземноморские темы, но также привносит свой жизненный опыт и идеи из множества стран, где он побывал. Несколько месяцев я провел в Австралии, затем несколько месяцев в Швейцарии, в Италии, в Бельгии, в Норвегии, в Швеции. И вернулся я в Германию, и, должен сказать, именно там я нашел своих учителей. Я стараюсь использовать много специй в одном блюде. Скажем, есть блюда, в которые я добавляю бобы тонко, от которых поднимается давление. Другие блюда, что-то еще. Люди, которые едят приготовленную мной пищу, должны не просто поглощать ее. Они должны сравнивать, сопоставлять, думать о том, что же у них на тарелке. Такова моя идея. Закат. Пришло время насладиться садом, расположенным на крыше, и поразительным видом на заходящее солнце. Идеальный способ завершить идеальный день. Итак, новый день, и нам пора отправиться прочь из нашего отеля к песчаным пляжам Айянапы, где всем правит дух развлечений и солнца. Курорт посещают не только семьи, но и молодежь, считающая Айянапу идеальным местом для того, чтобы весело провести время. Этот шумный и игривый курорт широко известен своей ночной жизнью, с большим разнообразием ночных клубов, баров, ресторанов и развлечений. Это совсем другая часть Южного Кипра, и она явно выделяется среди остальных. Это все, что мы можем рассказать об этом прекрасном острове в нашей программе. Чтобы посетить северную его часть, следует двигаться через Турцию. С 1974 года Кипр разделен на две части. Основная — Республика Кипр и Турецкая Республика в северной части Кипра. Время проходит, но это печальное для обоих сторон положение сохраняется. В настоящее время перед Кипром стоит проблема разделения на Северную Турцию и Кипр. Это единственная европейская страна, находящаяся в двойном подчинении. Разумеется, между правительствами Турции и Кипра ведутся переговоры, направленные на разрешение этой ситуации. Но с личной, человеческой точки зрения это довольно сложно, поскольку на обеих странах уже успели вырасти дети, и они не хотят отдавать то, что у них есть. Как думаете, объединение произойдет в ближайшее время? Сомневаюсь, не думаю, что это случится скоро. Так есть ли надежда? Возможно, пройдет несколько поколений, но что бы ни случилось, Кипр может объединиться. Время — великий лекарь, и, возможно, север объединится с югом. Так будет лучше и для живущих здесь, и для тех, кто соберется посетить эти берега в отдаленном будущем. Даже конфликт не смог лишить этот царственный остров теплоты и веселья, бьющих здесь через край. Какую бы часть вы ни посетили, греческую или турецкую, местные жители всегда вам рады. Надеемся, вы согласитесь, что Кипр — действительно пункт назначения высокого класса. Печально, но наше время подошло к концу. Солнце вновь опускается над этим прекрасным средиземноморским островом, а мы отправляемся в плавание по спокойным вечерним водам, и команда высокого класса прощается с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин